Играя в шахматы с человеком моложе тебя в два раза, чувствуешь себя немножко неловко. Но, правда, это единственный вид спорта, где разница в возрасте не имеет совершенно никакого значения. По-моему, лучше сдаться сразу. Десятилетние шахматисты без смущения играют с мастерами. Говорят, это полезнее. Пусть проиграешь, зато опыт получишь колоссальный. А со сверстниками можно сыграть и на скорость. На этом чемпионате нет кричалок и тысяч зрителей, но по напряженности шахматы дадут фору любому футбольному матчу. 54 поединка идут одновременно. Дмитрия Крапешова видно сразу, по яркой рубашке. И носит он ее не случайно. Я не меняю рубашку, пока не проиграю. Я приезжаю, у меня на турнире несколько рубашек, я проиграю, я поменял рубашку. Дальше играю, выигрываю ничья, остаюсь в ней. Проиграю, следующая рубашка. Дмитрий любит не только шахматы. Он занимался дзюдо и футболом, а по баскетболу даже стал чемпионом Оренбургской области. Говорит, подвижный спорт – хорошая встряска перед долгим шахматным матчем. Если раньше, может быть, ходила такая, что шахматисты обязательно ботаники, что вот они сидят все время, занимаются за книжками. То сейчас я хочу сказать, что очень многие, конечно, занимаются физическими упражнениями. Обязательно зарядка, обязательно какие-то еще виды спорта. Потому что партия бывает длится 5-6 часов, 7. Шахматистов считают самыми умными спортсменами. Игроки утверждают, шахматы и правда стимулируют работу мозга. Это очень помогает в жизни. Учишься просчитывать жизненные ситуации и делать правильный выбор. Игре нашли применение даже в медицине. Шахматы в последнее время используются для лечения людей, у которых проблема как раз или с центральной нервностью, или с головой. То есть они помогают, их вылечивают. Даже вот я бы так сказал. Приятная новость для города. Кубок остался в самарских руках. Главный приз получил Алексей Макшанов, воспитанник спортклуба «Ладья». Признается, победил неожиданно. Сдавал экзамены и было не до шахмат. Но мимо турнира пройти не мог и сделал ход конем. Подготовился за неделю. Нельзя от этого так просто отказаться. Например, даже в школе выбираешь общение не с верстников кого-то из своего класса, а в университете потом с кем-то там общаешься. А идешь к твоим шахматным друзьям, уже с ними общаешься. Это как бы все самоокружение шахматное. Теперь Алексей и 9 других лидеров стали еще на шаг ближе к главному сражению. Оно пройдет в начале декабря в Хантамансийске. О шансах на победу чемпиона скромно молчат, но можно не сомневаться. Они уже просчитали эту партию на много ходов вперед. Артем Устинов, Григорий Плешаков, Василий Колдашов. События.